Вопросы веры Сегодня наша съемочная группа находится в селе Старая Потловка Калашлейского района, где происходит восстановление единственного в России храма святой мученицы Аллы. И мы беседуем с председателем Попечительского совета по восстановлению святыни, кандидатом исторических наук Александром Мраморного. Александр Игоревич, наша программа пристально следит за ходом восстановительных работ в храме. Первая божественная литургия состоялась здесь в конце 2013 года. И сегодня, наверное, уже можно говорить о довольно серьезных результатах работы по восстановлению святыни. Конечно, за время, пока мы занимаемся восстановлением единственного в России храма святой Аллы, здесь в Потловке, произошли на самом храме разительные перемены. Во-первых, в 2014 году здесь была демонтирована старая кровля, которая была сооружена в советский период для пекарни, поскольку здание храма было обезображено, многие кирпичные элементы были разрушены, он превращен в пекарню. И вот эта вот старая кровля, она еще содержала огромное количество, несколько тонн, так сказать, всякого шлака, навоза. Это все приходилось вынимать, это все делали наши строители, потом доделывали наши волонтеры нашего храма. То есть был сделан огромный объем работ. И затем уже в том же 2014 году начался монтаж четверяков, купола, колокольни. Собственно, они были тогда же и сделаны. Здание укреплено, конструкция здания укреплена. Сейчас она представляет собой абсолютно прочное строительное сооружение. Потому что, опять же, за время лихолетия храм пришел не в самое лучшее состояние, не скажу, что в руинированное, но в достаточно печальное было запущено. Хотя, в общем, само здание и по архитектуре, и по своему значению, оно во многом уникально. Ну и в прошлом 2015 году тоже был, благодаря нашим, как правило, небольшим и совсем несостоятельным, но очень радеющим восстановлением православных святых жертвователям, вот проделан тоже огромный объем работы. Даже я бы сказал, что в прошлом году сделано больше, чем, так сказать, было пожертвовано, потому что очень многое нам удалось сделать просто силами добровольцев. И в результате вот сейчас восстановлена историческая кирпичная кладка на храме Святой Аллы со всех сторон. Арки, фронтона, они уже сделаны. И начался монтаж кровли храма. Вот сейчас мы здесь уже стоим под первым покрытием кровли, но предстоит еще очень много сделать. Вот мы слышим копель, несмотря на то, что еще не все доделано. Вот сейчас работа продолжается. Следует сказать, что, прежде всего, конечно, этому делу необходима серьезная поддержка. Уже довольно давно для более активного хода восстановительных работ здесь, в Старой Потловке, проводятся так называемые волонтерские лагеря. Продолжена ли эта традиция? Будет ли она продолжена летом? И как к вам присоединиться, желающим помочь в деле восстановления святыни? Вот та традиция проведения волонтерских лагерей, которая в предшествующие два года была заложена, продолжится обязательно. Я очень надеюсь, что при содействии общественных организаций Пензенской области, районных властей, вот эта традиция будет даже и усилена. Потому что территория прихода Храма Святого – это не только село Старая Потловка, которое само по себе большое и требует тоже больших очень работ по приведению его в благолепное состояние. Но это еще несколько сел и деревень. И работы здесь огромное количество. И прежде всего, в том числе и для волонтеров. Вот я приведу только небольшой пример. В августе 2015-го прошлого года нам удалось в рамках реализуемого сейчас некоммерческим партнерством «Спаское дело» президентского гранта «Волонтеры сохраняют и преображают село», так этот проект называется, нам удалось полностью расчистить от строительного мусора уникальную усадьбу капитана Сверидова, которая здесь в двух километрах от Храма Святого находится, в которой по благословению владыки Митрофана будет возрождаться богодельня и братство святого благоверного князя Александра Невского. Это братство и такая богодельня существовали в Старой Потловке до революции. Их создала Надежда Михайловна Рихтер, которая и построила наш храм. Вот эти вот организации, тогда тоже фактически бывшие общественными организациями, служившими людям, то есть осуществлявшими социальное служение, они тогда сделали очень многое. Очень многих людей смогли они избавить от алкогольной зависимости. Это мы просто видим по историческим документам. Очень многих людей спасти просто от голодной смерти. И не надо думать, что сейчас у нас нет людей, которые не нуждаются в помощи. Их наоборот, вот у нас в сельской местности, на территории нашего прихода их огромное количество. Кто-то потерял работу, кто-то страдает как раз недугом алкоголизма, кто-то просто разуверился в жизни. Вот такая социальная помощь совершенно необходима. Но ее надо как-то осуществлять, и наш приход, я надеюсь, будет ее осуществлять, но все-таки ее надо осуществлять под крышей и в каких-то более-менее нормальных санитарно-гигиенических условиях. Практически ни одного помещения для этого в селе и на территории всей территории нашего прихода нет, поэтому надо заниматься прежде всего ремонтом, реставрацией того, что у нас здесь сохранилось. А сохранилось, в общем, иногда уникальное. Почему я сказал о усадьбе капитана Сверидова? Потому что это здание одно из самых старых вообще в Пензенской области. И вот то, что было сделано в рамках волонтерского лагеря в августе прошлого года, это именно консервация этого здания. Мы затянули все окна, убрали строительный мусор, опилили растительность, которая уже врастала в дерево после того, как 10 лет назад в нем прекратилось существование сельско-участковой больницы. Я очень надеюсь, что при поддержке Министерства культуры Российской Федерации у нас такая поддержка имеется. Вот это здание, эта усадьба в том числе тоже обретет новую жизнь. И, конечно, прежде всего будет служить людям, тем, что там будет социальный центр, но также и как памятник архитектуры нашей истории, оно тоже оживет, потому что приводить в запустение такой уникальный объект, так же, как и наш храм, на мой взгляд, это совершенно недопустимо. Как стать волонтером? Каждый, когда мы анонсируем наши волонтерские акции, может достаточно легко стать волонтером, прислав заявку и приехав в нужное время. А мы с удовольствием на наши все волонтерские акции приглашаем всю молодежь, и не только молодежь, а вообще всех людей, которые желают потрудиться во славу Божию. И более того, в этом году, я надеюсь, что более значимо, чем в предыдущие годы, будет отпразднован наш престольный праздник 8 апреля, память святой мученца Аллы и гостских мучеников. Может быть, если нам удастся с Божьей помощью и помощью наших жертвователей закончить крышу храма, то сможем на Временном престоле отслужить уже вторую литургию в храме святой Аллы уже под новой крышей. На самом деле, это, на мой взгляд, глубоко символично, потому что именно просто как мы вместе здесь с жителями села, с гостями села в конце 2013 года молились за первой литургией, за многие десятилетия, прошедшие в этом храме, в этом здании, собственно, началась стройка, началось возрождение храма, я очень надеюсь, что вот если вновь мы здесь соберемся на молитву в апреле этого года, это станет новым импульсом для того, чтобы продолжать те дела, которые мы задумали. Они, на самом деле, достаточно объемные, обширные. В поддержку строительства вами проводятся периодически различные акции и мероприятия, не только здесь, но и в столице. Расскажите подробнее о том, что уже было и о том, что планируется в будущем. Насколько я знаю, запланировано такое мероприятие, как День открытых дверей. Я думаю, что вот те акции и мероприятия, которые мы проводим в поддержку храма, это основной способ двигать дело возрождения святыни для нас. Мы уже провели несколько концертов в Москве на разных площадках, но всегда это концерты классической и духовной музыки, потому что я считаю, что необходимо дело к культурного возрождения храма и святыни связывать, в общем, с самой серьезной музыкой, и люди должны, одновременно помогая восстановлению храма, еще и сами просвещаться. Но я надеюсь, что подобные концерты можно будет провести и в Пензе, и, может быть, найдутся у нас помощники, которые станут организаторами таких концертов. На самом деле, вот любой концерт, даже проведенный в столице или в большом городе, он не так много приносит в плане помощи храму, но он очень сплачивает людей, которые желают помочь. И я надеюсь, что люди такие найдутся и в Пензе, потому что сам концерт организовать достаточно трудно, сил вкладывается много, на выходе конкретных пожертвований для храма не так много получается. В общем, сам наш храм пока находится на грани какой-то финансового выживания, потому что мы собираем буквально вручную пожертвования, и после этого отдаем их строителям, чтобы на эти деньги строились. То есть никакой нет ни государственной, ни корпоративной помощи, ни крупных спонсоров. И поэтому эти мероприятия – это единственный способ. А День открытых дверей, я думаю, что это очень хороший формат, который мы в этом году будем проводить достаточно часто, в том числе приурочивая к нашим волонтерским акциям, чтобы люди, может быть, которые не готовы приехать физически поработать волонтерами, или приехать как молодежь вместе заняться катхизаторской деятельностью или миссионерской в селе, которые просто хотят посмотреть, что здесь происходит, увидеть все своими глазами. Вот в эти дни они смогут приехать и действительно посмотреть, что здесь делается огромное, благое и великое дело, а именно восстановление того, что в прежней эпохе было порушено. Спасибо большое. А сейчас я предлагаю посмотреть подготовленный нами сюжет о ходе восстановительных работ. Святая мученица Алла Годская считается небесной покровительницей детства, материнства, а также полуострова Крым. Однако храм в ее честь, построенный в Старой Потловке почти 120 лет назад, единственный в России и, к сожалению, пока не действует. Восстановительные работы начались здесь в 2013 году и с помощью Божией ни разу надолго не приостанавливались. Активность жертвователей в последнее время очень снизилась. Не знаем, с чем-то связано, может быть, с экономической обстановкой. Вообще потихонечку по крупиночкам собираем. Вот, скажем так, на самом деле по кирпичику сделаем один фасадик, потом чуть-чуть другой, одну часть крыши, другую часть крыши перекроем. Ну, потихонечку, тихо, медленно движемся. Все-таки без каких-либо простроев здесь практически не стоит. Я даже не помню, когда же, в общем, не стояло. Работа здесь всегда идет. Кто-то из местных просто издали следит за этапами строительства, а кто-то помогает, если не деньгами, то деятельным участием в восстановлении святыни. Каждый день бабушки, когда гуляют по деревне, они смотрят, насколько продвинулось наше строительство, нашей церкви. Вот, ну, интересуются все-таки. Потому что в Черкасск ходить там далеговато, а здесь все-таки в своей деревне, куда нужно было, убирались, собирают, как субботник делали, приходили люди, вот, помогали все-таки. Вот, ближайшие соседи вот ходят тоже, когда что нужно помогать, помогают. Возрождение уникального для России храма стало первым проектом программы по поддержке новообразованных епархий, кандидата исторических наук Александра Мраморного. Он же стал одним из сопредседателей Попечительского совета по восстановлению церкви. Стоит отметить, что проект храма был воссоздан архитектором лишь по нескольким сохранившимся фотографиям начала прошлого века. И работу по перекрытию крыши здешние строители называют, мягко говоря, непростой. Кстати, в послужном списке бригады мастеров из Саратова это первый храм, который они восстанавливают. Выполняем работы по кровле на этом храме. То есть сделаем навершие, колокольни, навершие храма и оцинковку укладываем. Зимой сложнее работать. Работаем только в светлое время суток. Стараемся как можно быстрее это все сделать, закончить. Сложная кровля в основном идет на навершиях храма и колокольни. Потому что треугольнички различные, под разными углами приходится запиливать стропильную систему, соответственно, на которую уходит большее время. Подгонять все приходится вручную и топорами, и электроинструментом. Восстановление храма Святой Мученицы Аллы не только вселяет надежду на духовное возрождение местных жителей, но и на обновление всей инфраструктуры села, подъем экономики и даже появление на Калашлейской земле новой туристической достопримечательности. Мы с помощью нашего ктитора Александра Игоревича Мраморного, все-таки, я думаю, его идеи будут воплощены. Я думаю, будет все хорошо. Будут и паломнические поездки, и село будет развиваться с паломническими поездками. Потому что село живет, многие очень силы живут за счет храмов, те, которые в них находятся. Дивеево, Задонск, два явных больших, которые и люди при храме, и храм при людях уже существует, и вместе, в совокупности друг другу помогают. И жизнь приходская, она живет, она существует. В планах попечительского совета привести в порядок весь усадебный комплекс в Подловке и соседних селах, в том числе открыть дом для паломников. И то, что всего пару лет назад было лишь на бумаге, уже сегодня приобретает зримое очертание. Безусловно, не без поддержки волонтеров и благотворителей, одним из которых может стать любой человек, неравнодушной к культуре и будущему своей страны. В эфире программа «Вопросы веры». И мы продолжаем беседу с председателем попечительского совета по восстановлению единственного в России храма святой мученицы Аллы, кандидатом исторических наук Александром Мраморного. Александр Игоревич, откуда чаще всего приходит помощь? Может быть, от женщин с именем Алла, или же от местных жителей, может быть, от жителей других регионов? Я должен сказать, что, конечно, наш храм – это всероссийская стройка. Вот вроде бы мы находимся в небольшом селе в Пеницкой области. К сожалению, даже не все жители еще Пеницкой области знают о том, что на их земле есть такой уникальный храм. Но действительно храм является всероссийским, и не только потому, что он единственный в России храм святой Аллы, но на самом деле он смог уже объединить духовно, прежде всего, огромное количество женщин, которые носят и имя Аллы, и вообще людей, которые связаны с Аллами. Потому что действительно у Аллы не было своего храма, вот он появился, хотя он появился на самом деле еще в XIX веке. Но пожертвования и помощь действительно чаще всего приходят от Алл или от тех, кто любит Алл, или любил когда-то Алл. Такие люди тоже есть. И я вот вижу, что такие люди действительно от души помогают храму. Они хотят, чтобы вот здесь не то запустение, которое прежде было, а чтобы здесь был настоящий храм, и здесь было место молитвы. И более того, надо ведь еще сказать, что исторически храм святой Аллы был местом особой молитвы о детях. То, что здесь на алтаре даже были специально вырезаны еще до революции слова спасителя «Не препятствуйтесь им малым, приходите ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Слова спасителя сказаны о детях. И еще когда умерла девочка Аля Рихтер, дочь строительницы храма, храм вот именно тогда получил специальное посвящение теме детства. И было место молитвы о детях. Почему-то сюда и до революции очень многие приезжали специально помолиться о детях. Я очень надеюсь, что вот с восстановлением храма эта традиция возродится, и люди, которые хотят, ну, как принято у нас в церкви говорить, сугубо помолиться о детях, они будут специально приезжать. Потому что, ну, вот так заведено в духовной жизни, что есть некоторые места, в которых молитва особенно горячо совершается. Вот я надеюсь, что молитва о детях будет у нас горячо совершаться. Помимо зданий храма здесь в селе осуществует еще и школа, причем до сих пор действующая. Правда, зданию уже 120 лет, и вы неоднократно выступали с предложением провести в ней комплексный ремонт. Дело сейчас сдвинулось с мертвой точки. Надо сказать, что Потловская школа – это вообще совершенно уникальное здание, уникальный объект, вот, уникальная часть нашего современного бытия, но в то же время и часть нашей истории. И мне кажется, что она нуждается в особой защите, опеке и со стороны государства, и со стороны общества, со стороны простых людей. Дело в том, что здесь уже теперь в течение 121 года без перерыва идут школьные занятия. Во-первых, таких вообще примеров мало в целом по стране, и тем более по области. Я думаю, что с одной стороны, конечно, у нас, к сожалению, уменьшается сельское население, и у нас уменьшается количество детей, которые идут в школу, но с другой стороны, Потловская школа, учитывая ее огромные образовательные традиции, она могла бы стать центром инновационного школьного образования. Именно здесь, в селе. Это, может быть, для кого-то прозвучит как-то удивительно, но для меня данная идея является совершенно естественной. Мне кажется, что и наши власти, и те, кто вообще думает о нашем образовании, образовании наших детей, должны были бы очень серьезно задуматься над этой идеей, потому что, наоборот, сюда бы могли в село приезжать учиться, по крайней мере, из районного центра, а не отсюда уезжать в районный центр учиться. Учитывая вот те традиции, учитывая совершенно уникальный архитектурный облик школы, которая, конечно, сейчас нуждается в ремонте, в реставрации, и мы всячески пытаемся привлечь внимание к этой нужде, потому что просто нельзя такой памятник образовательной архитектуры запускать дальше. Его надо ремонтировать и поддерживать не на том бытовом уровне, на котором может его поддержать дирекция школы и учителя. Ему нужна серьезная государственная поддержка. Но вот у нас, например, на территории прихода есть еще другая школа, построенная в советское время, Пановская. Там сейчас остались только начальные классы. Как будто со следующего учебного года и эти начальные классы собираются закрыть. Например, в моем сердце это вызывает огромную боль. И я считаю, что Пановская школа, она, конечно, должна стать филиалом Потловской школы. И, повторюсь, стать единым инновационным образовательным центром здесь, в селе. Потому что если мы, например, допустим, закрытие сейчас Пановской школы, то это означает, что село Пановка, некогда огромное село, больше тысячи человек там было еще 20 лет назад, окончательно умрет. Потому что там уже закрылся дом культуры, детский сад, все эти здания стоят сейчас бесхозные. Это тоже наша боль, потому что это, опять же, территория прихода храма Ситуалы. Но если еще и школа, то означает, что село закрывается. А село Пановка тоже со своими традициями. Почему? Потому что там до революции находился огромный женский монастырь. Вот сейчас это, опять же, территория прихода храма Ситуалы. И мы на одной из волонтерских акций, которая планируется в этом году, собираемся территорию бывшего монастыря привести тоже в приличный вид, благолепный, установить там нормальный, достойный поклонный крест. Это не тот, что там сейчас, к сожалению, в виде креста стоит, не очень потребного вида. И отметить, что здесь именно был монастырь, что здесь был еще сто лет назад монастырь с более чем двумя стами монахинь, которые молились за свой народ, молились Богу, а потом все это было порушено, мы не можем просто так оттуда уйти. Но если сейчас мы закрываем еще и школу, то это одно из средств забыть вот это великое наше прошлое. Поэтому я считаю, что нельзя этого допустить. И мы надеемся, что и школа сохранится, и когда-то и женская община там возникнет в память о том Свято-Троицком Пановском монастыре, который там когда-то был. Спасибо. И мы продолжим нашу беседу после рубрики «Седмица» с обзором наиболее ярких событий из жизни Пензенской митрополии. В Пензу доставили икону с мощами преподобного Алексия, Человека Божия. Верующие поклонились святыне в Успенском кафедральном соборе. Частицы мощей привезли из Оренбурга. Они были переданы в дар благочестивыми людьми и теперь будут находиться в соборе постоянно. Преподобный Алексий прославился своим христианским смирением. Вернувшись в родительский дом неузнанный, выдал себя за нищего. До самой смерти покорно переносил лишения. Останки святого Алексея были погребены в Риме в 411 году н.э. А в 1216 были обретены мощи святого. Он остается одним из самых почитаемых на Руси угодников. Этому угоднику молится о том, чтобы Господь как-то немножко утешил людей, которые страдают какими-то материальными недостатками, какими-то физическими своими недостатками. Потому что, как мы знаем, по традиции принято считать, что чем болел или чем страдал тот или иной святой, а то мы молимся ему. Молитва, обращенная к иконе с мощами преподобного Алексея, поможет больным, страдающим психическими недугами, а также людям, испытывающим материальные трудности, нуждающимся в поддержке в тяжелых жизненных обстоятельствах. В Пензенской духовной семинарии состоялся Сретенский бал, и его проводят 15 февраля, в День православной молодежи. Встретение Господне – один из 12 главных церковных праздников года. В этот день христиане вспоминают о старце Симеоне, который встретил младенца Христа в Иерусалимском храме. Иносказательно – это встреча человека с Богом, а также старости и молодости. Такая встреча бывает в жизни каждого человека. И очень важно не пропустить ее. Важно, чтобы свет этой встречи озарял путь в нашей жизни и светил окружающим. Смысл этого праздника в том, чтобы молодые сердца стремились, вопреки господствующей в мире идеологии пошлости, жить в соответствии с своими христианскими убеждениями. Православная молодежь Пенза собралась в конференц-зале семинария, который на один вечер превратился в бальный зал. Участниками Сретенского бала стали воспитанники пастырского отделения семинария, будущие священники, девушки с иконописного и регенского отделений и студентки светских учебных заведений Пензы. Музыкальное оформление праздника создали участники струнного квартета «Премьера». В Большом зале Пензенской филармонии выступил ансамбль солистов Патриаршего хора Храма Христа Спасителя Эйдос. Это слово в греческом языке имеет много значений – тип, вид, красота. К тому же это особое философское понятие – такое же красивое, каноническое и многозначительное и само творчество хора. В программе – духовные произведения греческой, грузинской, русской и болгарской православной музыки. Солисты хора обычно поют в храмах во время богослужений. Они не просто исполнители, но и люди верующие, поэтому в ансамбле царит особая атмосфера. Концертная деятельность для них – это способ помощи людям в их духовном развитии. В храме это совершенно другое. Храм – это место для молитвы, и пение в храме, оно прежде всего сопровождает молитву. Оно не мешает ей, оно не дополняет, а именно сопровождает. А концерт – это просто возможность приобщить людей к прекрасному, к настолько прекрасному, которое неминуемо соприкасается с традициями нашей страны, с традициями духовной музыки. В первом отделении прозвучала духовная музыка, причем от древности до современных композиторов. Во втором – русские народные и песни военных лет. Ансамбль меняет не только виды творчества, но и сценические площадки. Также мы выступаем в музеях, исполняя авангардную музыку, к примеру, которая не соотносится с духовной вообще никак. Но это за такой кред нашего коллектива мы стараемся исполнять музыку, которая либо забыта, либо не исполняется, либо вот написана прямо сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодняшний наш выпуск посвящен возрождению в селе Старая Потловка единственного в России храма святой мученицы Аллы. И об этом мы беседуем с председателем попечительского совета по возрождению святыни, кандидатом исторических наук Александром Игоревичем Мраморновым. Александр Игоревич, когда-то здесь в селе при Надежде Михайловне Рихтер, помещице, был настоящий центр образования. Сейчас, конечно, далеко все не так, но ведь в планах не только восстановить храм и усадьбу, и воскресную школу, но и восстановить и хозяйство вокруг всего этого. Вот на ваш взгляд, насколько здесь жизнеспособен тезис о том, что возрождая приходскую жизнь, можно возродить всю жизнь села? Я уверен, что этот тезис мы просто обязаны реализовывать на практике, потому что другого пути нет. К сожалению, несколько лет назад совхоз здесь в Старой Потловке закрылся. Но какое-то отдельное фермерство, оно, в общем, не ведет к положительным итогам общих процессов. И поголовье скота уменьшается, и, в общем, хозяйство оскудело очень сильно. Я думаю, что в данном случае храм обязан стать двигателем хозяйственного возрождения. И уже с этого года мы будем предпринимать все усилия для этого, в том числе привлекая каких-то возможных инвесторов на площадке вокруг территории прихода. Потому что без работающей экономики населения невозможно и должное поддержание, в том числе святыни храма на нормальном уровне. Местные жители будут, я уверен, любить свой храм, но средств на то, чтобы фактически храм-памятник содержать в благолепном состоянии, вряд ли у них будет достаточно. Ну, а вот если заработает хозяйство вокруг, и заработает хозяйство в самом селе, тогда уже очевидна положительная перспектива, и есть надежда на то, что здесь действительно будет цветущий уголок, так же, как, я надеюсь, и по всей территории нашей области, нашей страны. Но что для этого нужно? Для этого, конечно, нужны первоначальные вложения. К сожалению, эти вложения отчасти должны быть спонсорскими, потому что многие из тех людей, которые являются уже инвесторами, которым интересно вложить деньги в какой-то развивающийся процесс, они не поедут в какое-то запущенное место. Поэтому наши усилия сейчас направлены на то, чтобы, во-первых, храм стоял, во-вторых, наши усадьбы, которые здесь есть, были полностью отреставрированы и восстановлены, чтобы школа работала. То, что если люди увидят, что что-то закрыто, что-то не работает, что-то обветшало, и там нет людей, то никто не захочет туда вкладываться. Это, собственно, и будет фактором, который содействует, так сказать, обветшанию и ухудшению территории. А вот, чтобы все развивалось, необходимо, чтобы все находилось в благолепном состоянии. Для этого мы наши усилия предпринимаем. Так же, вот как пример, который я уже привел с школой, если школа закрывается, то фактически уничтожается село. А если открывается храм, или, опять же, если поддерживается школа, и если мы не даем ей закрыться, то село однозначно будет жить. Большое спасибо за беседу. А у нас на этом все. Будьте здоровы и смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова